МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Автосфера» вновь рада приветствовать вас. Сегодня вы увидите... Углы установки колес, удовольствие от езды и безопасность движения, неисправности электроусилителя руля, сравнительные испытания автомобиля на обычном и газодизельном топливе. Тема перевода автомобиля с бензина на газ изучена вдоль и поперек. В этом вопросе сложно чем-то удивить технически грамотного водителя. А вот создание дополнительной системы питания для двигателя с воспламенением от сжатия у нас пока еще в диковинку. Особенно если речь идет о сочетании дистоплива с пропан-бутановой смесью. Сегодня мы познакомимся с примером удачного тюнинга, хорошо известного двигателя модели 4D56. Этот дизелек с предкамерным смесеобразованием довольно живуч, но вот беда, селенок у него маловато. 99 лошадиных сил при рабочем объеме 2,5 литра явно недостаточно для рамного внедорожника. Очевидно, что Mitsubishi Pajero Sport первого поколения на внушительных, так называемых 33-х колесах, остро нуждался в прибавке мощности. Техническое решение, которое выбрал хозяин, на мой взгляд, имеет немало плюсов. Задумка с использованием широко распространенной пропан-бутановой смеси позволяет без проблем заправляться практически где угодно за счет хорошо развитой сети традиционных газовых АЗС. Согласитесь, с доступностью метана ситуация сегодня совсем иная. Да и времени для наполнения емкости таким топливом требуется в разы больше. Более низкая стоимость газобаллонного оборудования под пропан-бутан по сравнению с ценой перевода газодизеля на метан тоже, несомненно, выигрышная позиция. Здесь, под капотом, мы видим проверенный временем блок управления Digitronic, газовые форсунки Valtec 33 и привычный газовый редуктор DUMKA, дополненный недорогими общедоступными элементами газовой арматуры. В нишу, рассчитанную под запасное колесо, удачно поместился тароидальный 42-литровый баллон. С учетом того, что газовая смесь и дистоплива расходуются в пропорции плюс-минус 50 на 50, запас газа, скажем так, вполне приемлемый. Зато при такой компоновке остается свободным штатное пространство в салоне. Такое непременное условие было заложено еще до начала, заметьте, вполне законного переоборудования автомобиля с последующим внесением изменений в его конструкцию в подразделении ГИБДД. Теперь перейдем к практическим результатам переоборудования обычного дизеля в газодизель. Грядущая экономия денег за счет уменьшения расхода дорогостоящего дистоплива и подмоги за счет подмешивания намного более дешевой газовоздушной смеси – это само собой. Понятное дело, чем больше пробеги, тем быстрее отбиваются затраты на дооснащение автомобиля. Но здесь интереснее другое. Вот что – существенное улучшение тяговитости. При подключении дополнительной системы питания поджерик ускоряется заметно веселей. С такой поддержкой теперь гораздо легче, например, выполнять обгоны на трассе. А пока предлагаю замерить время разгона на четвертой передаче с 60 до 90 км в час. Интересно, что покажет секундомер при двух разных положениях переключателя? Итак, смотрим. Разгон только на дистопливе занимает 11,49 секунды. Переключаемся. Пробуем ускоряться на газовой смеси с добавкой дизельного горючего. Здесь получилось 10,57 секунды. Впрочем, и без подобных экспериментов ощущается, что автомобиль стал заметно резвее. Про повышение чистоты выхлопа, улучшение условий работы моторного масла и экономию денег на покупке горючего тоже стоит упомянуть. Будем наблюдать за тем, как работает этот подопытный автомобиль. А ведь трудиться ему приходится каждый день и по многу. На сегодняшний день пробег составляет 370 тысяч километров. А теперь мы готовы поделиться результатами испытаний модернизированного мотора на динамометрическом стенде. После небольшой обкатки газодизельный Mitsubishi Pajero Sport закрепили на измерительном стенде для имитации нагрузочных ездовых режимов. Окончательную коррекцию настроек газобаллонного оборудования выполнил ведущий инженер-диагност. Мы видим заключительный вариант так называемой топливной карты. И вот после полного прогрева мотора, бесстрастный компьютер выдает на экране две важнейших кривых. Одна это мощность, другая тяга, крутящий момент в диапазоне частоты вращения коленвала от оборотов холостого хода и далее вплоть до отсечки ограничителя. Итак, сравните. На чистом дистопливе двигатель способен выдать максимум 99 лошадиных сил и 261 ньютон-метр крутящего момента. Теперь нажимаем кнопку переключателя и переводим систему питания на двухтопливный вариант. Дизелек сразу взбодрился и с добавкой пропан-бутановой смеси выдал на гора 109 лошадиных сил и уже не 261, а 279 ньютон-метров крутящего момента. И того, как с куста, плюс 11% увеличение производительности и еще ощутимая прибавка в плане улучшения тяговитости. Ну и по мере нарастания пробега уже ощущается экономия денег, расходуемых на покупку топлива. Естественно, владелец суммирует затраты на приобретение газа и дизельного горючего. Можно сделать вывод. Игра, что называется, стоила свеч. И такую переделку следует считать разумным решением для тех, кто ездит по многу. Общеизвестно, что стабильно хорошее техническое состояние автомобиля – это залог безопасности для водителя и его пассажиров. Ну а стабильное, абсолютно понятное поведение автомобиля во время вождения является еще и важным фактором для получения удовольствия от езды. Итак, без чего немыслимо так называемое чувство дороги и ощущение всех нюансов руления буквально через кончики пальцев. Для того, чтобы любая автомашина, будь то легковушка, микроавтобус, внедорожник или тяжелый грузовик, стремилась сама устойчиво катить по прямой, в конструкцию любого автомобильного шасси заложено четыре важнейших угла, каждый из которых должен выдерживаться вплоть до долей градуса. И здесь законы геометрии неумолимы. Любое отклонение от нормы начинает напрягать водителя. Первый угол – угол схождения управляемых колес. Почему он так называется? Да потому что при виде сверху воображаемые дорожки от качения левого и правого колеса должны в перспективе сходиться между собой примерно через пару сотен метров. Положительное значение схождения необходимо для исключения лишнего износа шин. А плюс схождение нужен для того, чтобы компенсировать податливость резины в пятне контакта покрышки с дорогой. Если схождение будет слишком велико, автомобиль на ходу станет нервно дергаться из стороны в сторону. Такую норовистую машину приходится постоянно отлавливать рулем. К плохому поведению машины добавляется еще и пилообразный износ резины у внешних краев протектора. А когда значение схождения уходит в минус, передние колеса, образно говоря, катятся в раскоряку. Загребая асфальт то левым, то правым колесом, машина словно мечется, рыскает и никак не может найти свое устойчивое положение на дороге. При таком раскладе съедается уже не внешняя, а внутренняя часть протектора с характерными пилообразными выступами. Повышенный расход топлива при грубом нарушении схождения является платным дополнением. Разбираемся дальше. Другим важным углом в шасси является угол продольного наклона оси поворота колеса. Мудреное название, не правда ли? А чтобы понять его суть, вспомните про наклон передней вилки велосипеда, мопеда или мотоцикла. Так и у автомобиля. Воображаемая ось поворота колеса проходит через центр верхней и нижней опоры передней подвески. В старых конструкциях шасси это будет продольный угол наклона шкворня. Суть понятия от этого не меняется. Так вот, упомянутый продольный наклон создает эффект скоростной стабилизации управляемых колес, отчего руль сам стремится вернуться в нейтральное положение. Ну а при покалеченной подвеске автомобиль будет тянуть в сторону колеса с меньшим углом продольного наклона. И, наконец, вспомним про два других угла, которые напрямую связаны между собой. Это угол развала колес и угол теперь уже не продольного, а поперечного наклона той самой оси поворота. Именно за счет того, что цапфа, на которой вращается колесо, чуть-чуть наклонено вниз своим наружным краем, обеспечивается весовая стабилизация передней части машины. Объяснение здесь простое. Когда вы поворачиваете руль хоть влево, хоть вправо, у автомобиля на пару сантиметров приподнимается передок за счет уходящей вниз цапфы. Поэтому, когда водитель на малой скорости выкручивает руль в сторону, машина своим весом давит на отклонившиеся колеса. При ослаблении хватки рук на руле колеса тут же сами возвращаются в прямолинейное положение. Естественно, что при отрицательном развале, при напрочь добитой подвеске, ни о каком самовзорате руля говорить уже не приходится. Вот так, коротенько, в течение трех минут я постарался объяснить главные условия адекватного поведения автомобиля, независимо от его марки, модели или пробега. А теперь предлагаю познакомиться с одним из рабочих постов по настройке шасси. Если есть проблемы с управляемостью автомобиля, обращайтесь сюда. Рекомендую. Совсем недавно автотехцентр «Антикорсервис» приобрел, установил и ввел в строй великолепное элитное оборудование. Технически совершенный стенд по регулировке углов установки колес так и называется «Хантер Элайт», то есть в прямом смысле «элита». В паре с ним задействован отличнейший четырехстоечный подъемник «Троммельберг» с плавно и четко работающим тросовым приводом. Впечатляющая по своему объему база данных в компьютере «Хантер Элайт» позволяет с удивительной быстротой находить достоверные данные по всем нюансам настройки шасси самых разных моделей и марок автомашин буквально со всего мира. Новейшее программное обеспечение включает в себя параметры ходовой части даже на свежайшие модели выпуска нынешнего 2024 года. Точность измерений на этом высокогласном оборудовании также достойна похвалы. Тут, как и положено, отслеживаются не только градусы, но даже и их минуты. Как результат, у квалифицированного специалиста есть все исходные данные и широкие возможности для безукоризненной комплексной регулировки. Показательно, что разработчики элитного стенда позаботились не только об удобствах для мастера, но и о максимально бережном отношении к автомобилю клиента. Например, так называемые мишени с инфракрасными датчиками аккуратно крепятся за шину, а не за диск колеса, что исключает риск появления царапин на лакокрасочном покрытии. Возня с точной центровкой мишени здесь тоже не требуется. Установить их проще простого. Запас по величине посадочного диаметра шины более чем достаточный. Хоть 20, хоть 22, хоть 24 дюйма. Опытный взгляд специалиста заметит, насколько толково в элитном стенде продумана конструкция поворотных кругов. Аккуратный фиксатор предохраняет механизм от нежелательных поразительных перемещений при установке автомобиля. Кроме того, машина выставляется на опорной площадке всего за одно движение. Ее не нужно, как прежде, два раза катать туда-сюда. Современный пост с новейшим оборудованием для точной настройки углов установки колес является важным, но далеко не единственным достижением автотехцентра «Антикорсервис». Ведь «Антикорсервис» – это олицетворение стабильности в непрерывном развитии, в достижении успеха и, кроме того, как мы только что убедились, даже в обеспечении безупречных манер поведения автомобиля в каждой вашей поездке. Адрес именитого дилерского предприятия. Улица Мельничная, 134. Телефон для справок 55 95 95. Если говорить об управлении автомобилем, то для водителей легкость их бытия во многом определяется легкостью вращения так называемой баранки. Что может быть не так с усилителем рулевого управления? В настоящее время на подавляющем большинстве легковых автомобилей, а также кроссоверов и внедорожников, устанавливаются электрические усилители руля. Эпоха гидравлики на автомашинах с полной массой до 3,5 тонн постепенно уходит в прошлое. Плюсов у электроусилителей много. В них нет шлангов высокого давления и нет масла. Их не надо прогревать даже в мороз. С ними меньше расход топлива. Кроме того, электроусилитель руля дает возможность внедрения таких систем, как автоматическая парковка или, к примеру, автономное удержание автомобиля в пределах заданной полосы. А еще у водителя появляется возможность изменения обратной связи между колесами и рулем. На многих машинах уровень возвращающего усилия можно выбирать через меню настроек по своему вкусу. Однако, надо признать, рулевое управление с электроусилителем тоже имеет свои слабые места. Их немного, но они все-таки есть. На что следует обращать внимание? Если на приборном щитке загорелась контрольная лампа с изображением рулевого колеса и сам руль стал вращаться заметно туже, то это значит, что вам надо срочно провести диагностику вашего рулевого механизма вместе с электрикой и электроникой. Даже простое перегорание предохранителя в электроцепи происходит не просто так. Кстати говоря, отказ электроусилителя может косвенно подтверждаться внезапным повышением оборотов холостого хода. Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за попадания воды и грязи в электроразъемы. Сбои в электронике имеют место быть по причине потери сигнала от датчика момента на рулевом валу либо отсутствия связи между электронным блоком управления и датчиком скорости. Собственно говоря, и сами электронные мозги могут намокнуть, а затем потерять работоспособность. Как вариант после окунания в глубокой лужи. Но чаще всего приходится наблюдать разгерметизацию внутренности рулевого механизма вследствие разрыва защитных чехлов. И что особенно обидно, такую беду можно было бы предотвратить, если вовремя заглянуть под машину. Ведь гофрированные чехлы рвутся, как правило, или в сильные морозы, или на бездорожье в глубокой колее, что называется под внешним воздействием. Своевременно поменял рваный чехол. Считай, спас от разрушения дорогостоящий узел. Прозевал? Ну что ж, никуда не денешься. Придется раскошелиться на круглую сумму. Сейчас производители электроусилителей руля для упрощения контроля за состоянием внутренностей ставят на корпус механизма специальную контрольную пробку. Ее плоскость хорошо заметна при осмотре автомобиля снизу. Если внутри корпуса рулевой рейки скопилась влага, то в центре пробки появляется углубление. Там открывается кольцевое дренажное отверстие, в которое проваливается небольшой штырек. В исправном состоянии штырек незаметен. Он находится заподлицо, наравне с плоскостью пробки. Итак, если этот клапанок сработал, то при разборке механизма печальная картина открывается во всей красе. Иногда еще удается все как следует промыть, прочистить, смазать и перебрать. Но чаще вердикт один. Нужно покупать целиком весь ответственный узел в сборе. Поэтому, чтобы не оголять свой бюджет, время от времени проверяйте целостность защитных чехлов. Это раз. Старайтесь не лезть в глубокие лужи и не пересекайте водные преграды. Вброд. Это два. А в-третьих, не допускайте перегрузки силовых электроцепей чрезмерным усилием на руле. Во время попытки выбраться из колеи, при застревании в песке или при попытке повернуть колесо вплотную прижатое к бордюру. И что еще очень важно, к тому же самому бордюру нужно подъезжать очень осторожно. Ведь именно удар, сильный толчок колесом в вертикальное препятствие под углом способен разрушить зубья на рулевой рейке. Выводы, как всегда, просты. Учите матчасть и бережнее относитесь к тому, что находится у вас в руках. Счастливого вам пути на технически исправном автомобиле. На сегодня это все. Программа «Автосфера» прощается с вами и желает вам счастливого пути. Редактор субтитров А.Семкин